Здарова, с вами Денис Курец и сегодня мы поговорим о настройке элементарного прокси сервера. Наверняка многие из вас слышали такое понятие как прокси, но не все вникали в саму суть определения данного слова. Если говорить простым языком, то прокси сервер представляет собой промежуточное звено между компьютерами в сети и интернетом. То есть если в нашей сетке внедрён такой сервак, то доступ в интернет осуществляется не напрямую через роутер, а предварительно обрабатывается на станции-посреднике. Зачем же нужен прокси сервер в локальной сети? Какие преимущества мы получим после его внедрения? А вот какие. В первую очередь это возможность кэширования и длительного хранения информации с уже загруженных сайтов на сервере. То есть если в организации доступ в интернет осуществляется по до сих пор устаревшей технологии ADSL, то данная функция будет очень актуальной. Например, если я провожу практическое занятие и студенты лазят на однотипных сайтов и ищут одну и ту же информацию, то при полной загрузке сайта на одном из компьютеров на остальных тачках он будет загружаться намного быстрее, потому что сайт уже лежит в хэше и они получают его не из интернета, а с прокси сервера. Также с внедрением прокси сервера системный администратор получает в свои руки инструмент, позволяющий контролировать доступ пользователя ко всем веб-сайтам. То есть если вы видите, что некий человечек вместо того, чтобы работать в свое рабочее время играет в танчики или смотрит сериалы, то можете прикрыть ему доступ к этим прелестям жизни, а можете потихоньку издеваться, понижая ему скорость соединения или блокируя некоторые возможности, например, возможной загрузки картинок после обеда. В общем, там есть где развернуться. Именно возможность контроля над прокси сервером делает друзей системного администратора добрее, а недругов еще злее. В данном материале мы подробно рассмотрим установку и настройку прокси юзергейт 2.8. Вышла данная версия программы аж в мае 2003 года, у меня тогда и компьютера даже своего-то не было. Тем не менее, именно данная версия юзергейта и по сей день считается наиболее удачной за счет своей стабильности и простоты настройки. В ней, конечно, присутствует определенное ограничение, например, количество одновременно работающих пользователей равно не более 300. Но лично меня данный порог, честно говоря, не особо печалит, потому что если вы администрируете сетку, где больше 300 машин, то уж точно не будете пользоваться подобным софтом. У g2.8 это удел небольших офисных и домашних сетей. Что ж, я думаю, пора завязывать с разглагольствованиями. Скачиваем юзергейт либо с торрентов, либо по ссылке в описании к данному видео. Выбираем компьютер, который будет задействован в качестве нашего будущего прокси сервера и незамедлительно приступаем к установке. По установке это приложение одно из самых легких. Складывается впечатление, что устанавливаем не прокси сервер, а в носу ковыряемся. Запускаем файл к setup.exe и в первом окне принимаем соглашение. Кликаем далее. Выбираем место для установки. Я, пожалуй, ставлю по умолчанию. Жмем начать и дожидаемся окончания процесса установки. Вуаля! Установка завершена. Не забываем поставить галочку запустить установленное приложение и смело тычем на окей. Проклятие! Программа 2003 года отказывается не бесплатная. Нужна лицензия. Ну ничего, в архиве, который мы загрузили, есть лекарство. Открываем папку kreak, а в ней находимся единственный файлик serial.txt. Копируем из него номер лицензии и серийный номер. Всего две строчки, трудно ошибиться. В правом нижнем углу на панельке со значками уведомления делаем двойной клик по синей иконке юзергейта и удостоверяемся в корректной установке и активации программы. Первым делом нужно удостовериться в том, что наш сервер обладает статическим IP адресом. Для этого переходим в пуск, панель управления, центр управления сетями и общим доступом, изменение параметров адаптера и кликаем правой кнопкой мыши по сетевой карте, через которую осуществляется доступ к локальной сети. В открывшемся списке выбираем пункт свойства протокол интернета 4 версии и смотрим, чтобы был указан фиксированный IP адрес. Именно его мы будем задавать в качестве прокси-посредника на всех клиентских станциях. Возвращаемся к нашей программе. Во вкладке настройка ищем протокол http. Указав порт, можно оставить по умолчанию, в купе с возможностью работы по ftp разрешаем его применения. Данная настройка разрешает пользователям просматривать в браузере веб-страницы. В качестве порта вовсе не обязательно использовать стандартные варианты 80, 80 или 3128. Можете придумать что-то свое. Это значительно повысит уровень безопасности сети. Главное, вы выбираете число в диапазоне от 1025 до 65535 и будет вам счастье. Следующим действием желательно включить кэширование. Как мы уже говорили ранее, это позволит значительно увеличить загрузку одних и тех же ресурсов на клиентских станциях. Чем больше время хранения и размер кэша, тем значительная нагрузка на оперативную память прокси-сервера. Однако внешняя скорость загрузки страницы в браузере будет значительно выше, нежели без использования кэша. Я всегда настраиваю время хранения на 72 часа. Это эквивалентно 2 дням. И размер кэша устанавливаю 2 ГБ. Настало время перейти к созданию групп пользователей. Для этого в одноименном пункте меню выбираем группу пользователей Default и жмем Изменить. Переименовываем дефолтную группу и кликаем на кнопку Добавить. Настало время создать пользователей. Я обычно в поле имя вписываю полное сетевое имя компьютера, которое можно посмотреть в свойствах системы на клиентской машине. Это удобно, если сеть небольшая. А мы с вами уже определились, что для серьезной сети данная прога не подойдет. Выбираем тип авторизации по IP-адресу и в качестве логина прописываем IP-шник клиента. Где его смотреть мы уже рассматривали ранее. В маленьких сетях олдовые админы по старинке прописывают IP-адреса вручную на всех тачках и не меняют их практически никогда. Теперь разберемся с самым интересным, а именно ограничением пользователей. Даже в небольшой сети предпочтительнее работать с группами, нежели с отдельными пользователями. Поэтому выбираем нашу созданную группу и переходим на вкладку Расписание работы. В ней мы можем выбрать дни и часы, в которые доступ к интернету для нашей группы будет открыт. Листаем вправо и на вкладке Ограничения указываем скорость доступа к интернету для группы пользователей. Кликаем Задать ограничение для пользователей группы и лишь затем на кнопку Применить. Таким образом мы ограничили скорость доступа для каждого пользователя из группы Компьютерный Класс до 300 кбит в секунду. Это конечно немного, но для проведения практических занятий вполне достаточно. На этом базовую настройку следовало бы завершить, но хотелось бы еще рассказать о параметре фильтр. В данной вкладке вы можете ограничить доступ пользователей к определенным сайтам. Для этого достаточно добавить ссылку на сайт в список. Однако хочу заметить, что данная настройка работает не совсем корректно, ибо многие современные сайты уже перешли с протокола http на более безопасный https. А прокси сервер 2003 года не может справиться с подобным зверем. Поэтому качественной контент фильтрации именно от этой версии требовать просто не стоит. И последний штрих. Это сохранение всех наших настроек в отдельном файле на всякий пожарный. И защита прокси сервера от вмешательства чужих рук. Все это можно сделать в пункте дополнительно. Вводим пароль. Затем подтверждаем его. Жмем применить. И только теперь кликаем на кнопку сохранить конфигурацию. Указываем место сохранения. Так, ну теперь все. Если что-то слетит и вы решите поэкспериментировать с настройками, на готове у вас всегда будет их резервная копия. Настройку прокси сервера мы закончили. Переходим к клиентской станции. Первым делом нужно убедиться в том, что на ней задан IP адрес, прописанный на нашем сервере. Если помните, во время настройки мы указали, что клиент с именем station01 имеет IP адрес 192.168.03. Давайте же удостоверимся в этом. Далее нужно прописать в системе адрес прокси сервера и его порт. Для этого переходим по следующему пути. Пуск, панель управления, свойства обозревателя или браузера, подключение, настройка сети. И включив параметр использования прокси сервера, задаем его адрес и порт для http соединения. Жмем ОК в этом и в следующем окне. Отлично, мы уже на финишной прямой. Открываем браузер и если вы все настроили верно, то должна открыться домашняя страничка. Тут же хочу пояснить еще один момент. Можно настроить компьютер таким образом, чтобы через прокси работал только один браузер, а не все сразу. Для этого необходимо перейти во вкладку инструменты, настройки, дополнительно, сеть, настроить и выбрав ручную настройку, прописать все тот же IP адрес и порт сервера. Что ж, давайте проверим работу фильтров. Ранее в списке запрещенных ресурсов на сервере мной были заданы сайты курец.ру и пикабу. Сейчас попробуем зайти на один из них. Как и положено ресурс заблокирован. А что же происходит на сервере? Работа кипит. Во вкладке с пользователями мы можем отследить сколько мегабайтов было загружено и передано нашими подопечными за день, месяц или даже год. Вкладка соединения позволяет отследить какой ресурс клиент посещает в данный момент. Одноклассники, ВКонтакте или все же занят рабочими делами. Если вдруг наш пользователь успел закрыть любопытный сайт, не беда, вы всегда сможете подглядеть историю во вкладке монитора. Думаю, пора закругляться. Напоследок хочется сказать, что тема для данного материала была избрана неспроста. В моем родном городе юзер гид версии 2.8 функционирует на большинстве предприятий с плохо развитой сетевой инфраструктурой. Быть может на сегодняшний день ситуация немножко изменилась, но в середине 2013 года, именно тогда я бегал по различным маленьким и крупным предприятиям, обслуживая правовую информационную систему Гарант, ситуация была именно такая, вот да, настолько плачевная. Если учесть, что годом позже грянул финансовый кризис, я не думаю, что маленькие и средненькие предприятия раскошелились на более лучший вариант прокси-сервера. Поэтому юзер гид 2.8 еще надолго останется в нашем городе. Несмотря на все недостатки юзер гид 2.8 в виде отсутствия https, доменной авторизации пользователей, кривого фильтра, неудобной настройки торрентов. Данная версия программы еще долго будет вспоминаться всеми админами, как одна из самых стабильных и неприхотливых настройки прокси-серверов за всю историю. Новые версии, кстати, могут похвастаться нормальным NAT, крутым firewall, классный контент фильтрации, возможностью авторизации доменных пользователей и еще огромным количеством плюшек. Однако за все это удовольствие приходится платить 54 600 рублей за 100 машин, если быть более точным. Думаю, любителям халявы такой расклад явно придется не по душе. Что ж, думаю, пора прощаться. Друзья, если видео было вам полезным, то не забывайте поставить лайк сразу после его просмотра. Если вы впервые на нашем канале, то не забываем подписываться, ведь регулярные структурированные выпуски в сфере информационных технологий это редкость в рунете. Кстати, для любителей халявы, скоро выйдет у нас выпуск о прокси-сервере SmallProxy. Данный малыш, несмотря на свою бесплатность, отлично зарекомендовал себя в сфере вот именно прокси-серверов и он ничуть не хуже юзергейта, поэтому подписывайтесь и ждите данный выпуск. Все, я с вами прощаюсь, до встречи через недельку, друзья. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok